здравствуйте друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей сегодня как обещал я расскажу вам как я посетил инструментальный завод в китае будет много именно фото видео материалов по ходу действия буду пояснять в общем я думаю что будет достаточно интересно поэтому не переключайся ставь лайк и погнали итак первое что конечно стоит отметить да что на этом заводе производится достаточно много специального инструмента такого вот видите как такая вот червячная фреза со сменными пластинами и достаточно она внушительных размеров вот обратите внимание да стоит какой-то товарищ из китая и на его фоне вот такая фреза достаточно большая конечно изготавливается и стандартный инструмент такой как протяжки до протяжки это вы сами понимаете инструмент достаточно ходовой применяется на многих предприятиях машиностроения в нашей стране в других странах то есть здесь имеется профиль видите как круглые шлицевые протяжки есть различные формы есть прямые прямоугольные протяжки там треугольные даже есть да и ну различные формы специальный инструмент и классический можно говорить такой гостовский вот такой инструмент это зуборезная головка со сменными на пластинами видите что пластинки здесь установлены вместо ножей да такие головки используются для нарезания прямозубых конических колесах кто знает так сказать кто в теме тот знает обычно здесь вот такие вот резцы вставные до идут ну а здесь видите реализовано с помощью режущих пластин не знаю насколько эта конструкция удачно но раз такие вот корпуса для пластин производится серийно то я думаю что это достаточно востребованный продукт ну и конечно куда же без червячных фрез как видите номенклатура фрез достаточно большая до червячные фрезы тоже используются как обычные модульные фрезы так и специальные различные под заказчика то есть изготавливаются абсолютно любой типа размер фрез и также их исполнение по профилю зуба а вот такая как увидите громадная фреза я думаю так в длину она чувствуется надо уже вот по этой фотке хорошо видно до классические фрезы лежат и вот такая вот большая фреза это конечно уже такой специальный инструмент но все же у для них это достаточно серийная продукция но скажу вам так что наверное ни на одном из заводов в республике беларусь такую фрезу мы не изготовим хотя если постараться можно как бы вымучить одну такую фрезу но смысла нету потому что наверно таких шестерен у нас именно такого плана не изготавливают хотя бывал я царегорский на одном из заводов там до горно обрабатывающую технику делают там достаточно большие шестерни возможно там и применяется инструмента возможно ему и закупают даже на этом заводе китае но как большие так и маленькие фрезки вот видите я держу в руках то есть это фактически вообще малю пахенькая фреза вот одна такая видите с мелким модулем да то есть это шлицевая вот фреска она вообще видеться такая вот мелко-мелко-мелко тут вообще не непонятно какую это модуль да и здесь вот такая вот маленькая тоже фрезка для получения шлицев и зубчатых венцов то есть видите размеры от гигантских до достаточно маленьких вполне себе выполнимый на этом заводе ну естественно куда же без шеверов и долбяков естественно этот инструмент также изготавливается сегодня мы посмотрим как он основные операции как проводится на этом инструменте так ну давайте посмотрим изначально это цех по изготовлению протяжек а вот видите лежат протяжки вот здесь они уже прошли термообработку и проект проходят этап затачивание здесь так сказать серийная производится затачивание протяжек но и есть цеха где более точная происходит за . специальных протяжек и наиболее таких точных вот один из примеров ведь такая протяжка достаточно крупная да вот происходит шлифование профиля зубьев протяжки то есть проходится по всей длине шлифовальный круг он изначально спрофилирован определенным образом и он формирует уже окончательный чистовой профиль нашей протяжки протяжка я вам скажу так у даже да по габаритам посмотрите достаточно большая но не самая большая сейчас мы посмотрим еще одно видео здесь видите уже точится по передней поверхности громадная протяжка более до двух метров длиной и диаметром где-то по моему около 200 миллиметров да то есть очень такая большущая сказал протяжка даже для наших так сказать реалий используется для протягивания шестерен такого плана протяжку я видел на минском автомобильном заводе у нас когда работал еще да и она достаточно дорогая в производстве ну и естественно в эксплуатации достаточно сложная потому что период переточки это перевозка на машине заточить очень сложно установить на станок то есть инструмент такой достаточно капризно но при этом имеет хорошую стойкость и позволяет изготавливать большое количество деталей между или . ну и также конечно эта производительность вот что касается той большой фрезы вот смотрите вот так производится формирование видите она уже канавки проточены да то есть сформированы и прорезаются вот эти вот пазы для режущих пластин формируются пазы то есть это большая фреза с вставными твердосплавными неперетачиваемыми пластинками вот так формируются вот эти вот пазы да для вставки этих пластин и потом естественно когда все готово там сверлится отверстия подкрепишь подкрепишь и уже дальше она попадает на термообработку и потом на финишное изготовление вот так производится за . по передней поверхности то есть уже когда фреза каленая до затыловка произошла да там ее закалили точится передняя поверхность то есть она должна быть тоже в определенной линии да и также была должна быть повторяемость за оборот в каждой точке передней поверхности должно быть максимально стремится как говорится к нулю оборудование преимущественно конечно американская немецкая но также есть и китайского изготовления давайте посмотрим как получаются вот эти вот зубчики так называемые на шеверах да то есть какая процедура как происходит вот это вот образование этих зубчиков но многие мне задавали вопрос я теперь снял специально чтобы вам показать вот такой вот строгальный станок да ведь он так вот те движения и вот получаются зубчики там стоят специальные резцы спецрезцы до которые строгают определенным давайте еще раз посмотрим такие вот не не так сказать сложные движения но за счет кинематики что идет определенный доворот самого шевера потом видите переход на другой зуб на другую сторону зуба и происходит вот такое вот образование вот этих зубчиков ну такой процесс я бы сказал не сильно сложный но выполняется он только на специальном оборудовании специально заточных станках преимущественно конечно это все импортная в частности применяется компании glisson hurt до станочки такие вот ну и конечно немецкие аналоги давайте посмотрим как происходит затачивание уже когда зубчики эти получились произошло произошла термическая обработка как происходит затачивание этих зубьев посмотрите и стаки качательное движение чтобы по эволювенте обойти до круг затачивается потом передвигается на другую сторону зуба потом смещается дальше то есть это все тоже вот видите glisson hurt импортное все оборудование я бы не сказал что сильно новое но такой вот классика проверенные временем вот такие вот станочки сош видите не подается при обработке что тоже достаточно часто встречается потому что сош почему не подается потому что избегается образование микротрещин связи где-то будут перепады резкие температуры возможно будут микротрещины что в данном инструменте недопустимо вот уже другого модуля более крупный видеть обкат какой вот как здесь хорошо видно какая обкатывается происходит такой вот обглаживание обкруг да это грубо говоря называется шлифование профиля зуба методом обката сверить обкатывается вокруг круга то есть круг неподвижен да то есть круг заходит какую-то определенную свою точку а вот это вот с деталью видите она крутится вокруг круга такими движениями то есть она обходит и это позволяет формировать эволювенту шевера с точностью практически в 3 микрона достаточно точно да то есть все механизмы вот этих перемещений они изготовлены с максимальной точностью так ну и давайте посмотрим вот целый цех видите здесь установлены заточные остановки такие вода не выстроены в линию с той стороны выстроены здесь вот вытяжки этих всех дел абразивных туманов и так далее давайте посмотрим как происходит затачивание долбяков да то есть в принципе процесс тот же долбяк его нужно самое главное потому так как он делает деталь методом копирования сформировать его геометрию профиля эти тоже происходит обкат то есть компоновка такая же станков он видите наш товарищ стал коллега китайских немножко потому что очень жарко в цеху на самом деле больше 30 градусов на улице цехах тоже душновато в общем вот происходит видите какой обкат и зарядили по программе различных модулей шлифуется профиль и уже на выходе получается окончательные долбяки что сказать качество инструмента на данном заводе фрезы изготавливаются от класса b до класса 3а 3а редко 2а почаще но тоже не не часто при фрезы класса а изготовлю изготавливаются массовой крупносерийная б ну так тоже под определенных заказчиков делаются что касается долбяков долбяки класса а изготавливаются до могут изготавливаться 2а по желанию заказчика а вот но серийно конечно производится а и весь инструмент в том числе специально изготавливается в по чертежам заказчика или по чертежам завода-изготовителя по желанию покупателя спасибо за просмотр ставьте лайки делитесь с друзьями пишите комментарии всем добра пока пока